В прошлом выпуске с сан-продюсером Маруф Мишей Бусиным мы сделали заготовочку и сейчас, собственно, с Аней мы ее продолжим. То есть покажем весь процесс создания песни, собственно, как происходит он у Ани. Слушаем то, что было сделано в предыдущем выпуске. Кстати, выпуск вы можете встретить вот здесь, кликнув по подсказке. Ну, наверх тоже уходи. Еще вверх. О! Давай такого плана. Субтитры сделал DimaTorzok Крутая же волынка. Да. Сейчас еще подумаю. На куплетик надо. Так, ну этот сейчас я уже придумала. На куплет теперь. Ну, можно ли читативный, мне кажется, тут какой-то, типа... Типа, как шоу-мила, шоу-мила. Ну, да, шоу-мила, шоу-мила. Субтитры сделал DimaTorzok К куплетику я вот сейчас подставила заготовочку, который вот кусочек, заготовочек там и какое-то количество слов, ну, некоторые фразочки, которые мы для Миши делали заготовку для его сольного трека. Я сейчас просто подставляю, думаю, то есть, и опять же, о чем же я хочу, чтобы эта песня была, надо подумать. Вот, то есть, зависит от того, какие слова. То есть, сюда хорошо вот ложится там под это у-у-у, должно закончиться что-то на ю. То есть, I dance with you. It's me or you. То есть, или not me, not you. Ну, про что у тебя еще песни не было? Да, там про все почти уже было. Про все было? Да. Давайте про это, про любовь к шаурме можем делать трек. I want шаурму. Как раз восточные мотивы шаурма – это восточное блюдо. Форук сразу напишет. Форук напишет. Ну, как вариант. А давай сделаем несколько вариантов, чтобы зрители могли выбрать. Нормально, и серьезные, и просто… Давай сделаем, у нас будет шаурму, например, вариант, и давай шаурму, что-то такое. Сейчас подумай еще. Это так, чисто поржать шаурму. Сейчас посмотрим, какие заготовочки имеют для слов. Именно текстовые, да, ты еще накидываешь? Обычно ты вот как раз в заметочках все прописываешь. Да. Также хочу сказать спасибо вот этой студии DarkSide, на которой мы сейчас находимся. Ссылочка на них будет в описании. А ты английский хорошо знала? Я в школе учила, учила по песням, по фильмам. То есть, много просто смотрела материала, там, слушала, там, переводила на английском языке. Но я не прям свобода супер владею языком. Скажу честно, мои тексты потом правит после меня моя подружка, преподаватель английского, певица Шай. Часто бывает из-за того, что, там, не суперклассно знать английский язык. Бывают какие-то некоторые фразы выстреливаю, которые потом прикольно становятся в сленг, знаешь? То есть, ну, какой-то немного свой всё равно, то есть, некоторые там помарочки всё равно оставляю, потому что это, ну, это мой почерк. Это как, типа, вот даже в русских песнях всё равно там, вы слышите какие-то там словечки там непонятные, интересные, речевые обороты, которые вроде бы, типа, они неправильные, но это прикольно, да? То есть, и потом формируют какие-то такие именно там фразочки, которые чисто там присущи какому-то там определенному артисту, вот, типа, почерк. Ну, вот мы с тобой делали трансляцию год назад, и ты как раз говорила, что в Дрангруфе у тебя были ошибки. Да, на Дрангруфе мы специально ничего не трогали, ничего не чистили, там, возможно, есть ошибки, и она есть, вот, потому что мы решили оставить всё так, как есть, и такое, да, добавить в неё какой-то изюминки. Пусть будет ошибка, это так надо. Там были ошибки, да. И они остались? Они так и остались, да, и вот это как раз эти ошибки людям нравятся, ну, как раз создаёт такое вот, ну, для, просто для слушателя, там, для native speaker, кто на английском разговаривает, им всё равно слышен мой акцент, как ни крути, и для них это, наоборот, такое создаёт шарма, типа, девушка с русским акцентом ещё местами неправильно, там, какие-то речевые обороты, которые вставляют, это как иностранцы, которые приезжают, говорят сюда на русском, это очень прикольно звучит, и вот, а у меня это ещё и сексуально. Получается, да, у нас текст? Ну, да, да, накидали. Говно на вентилятор, да. I'm a little kitten, do you wanna fit in my sexy vibe? Лучше так, my sexy vibe. Давай, давай. I will take it slowly, I don't wanna own you. And roll it dice. О, and roll it dice. Выход надо сделать. А дальше, wanna dance with you, можно сейчас сначала внизу петь, а потом, когда начинается этот каково, уже дроп полноценный после ямы, сделать, разложить тогда, чтобы и нижняя партия осталась, и верхнюю добавить, чтобы было развитие. Ну, давай, пойдём туда. Всё, пишемся. Так, Аня, всё слышно? Да, мне всё слышно, давай. Друзья, продолжается история трек за пять минут, уже пишем вокал. Аня? Давай, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Самое, кстати, сложное, когда мы пишемся, это не чисто и красиво спеть партию, а спеть чисто красиво еще и с хорошим произношением. Поэтому вокал надо пишется просто часами, чтобы оно было, чтобы было гарно. Мы записываем основу с тобой, потом уже можно подрабатывать. Давай, демочку, демочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Записано? По-моему, норм, да. Супер. Иду, наберу тейков. Ну что, давайте набирать тейки. У меня ок был самый последний. Друзья, это первая девушка, которая помимо вокалистки, еще и может быть звукорежиссером, самопродюсером. И у нее это хорошо получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты всегда в «Мужике» работала? Ну, меня Миша научила. Я, когда познакомилась с Мишей, у меня даже компания была, чтобы вы понимали. У меня просто был телефон. Айфон, там, по-моему, какой-то четвертый или какой. Вот. У меня нихера не было, реально. И уже начали вместе с Мишей писать треки для других артистов. Потихонечку, в общем, я смотрела, что он делает, запоминала. И вот так научилась работать лоджики. А теперь он уже часто уходит курить и смотрит от меня одну, а я сижу колупаюсь. А потом ухожу, а он уже доделывает остальные штуки. Короче, на самом деле, это так очень удобно. Со своим вокалом ты сама, да, работаешь чаще всего? Даже и не только с вокалом, и с эффектами, иногда с синтой. Вот, например, в «Сайрен Сон» мелодию вот эту, которая. Это я придумывала. То есть, аранжировку мы, на самом деле, реально вместе делаем. То есть, первые треки больше, конечно, там, Мишиной работы, потому что я еще не знала ни программы, ни что куда. Я только могла напеть. Давай вот такую мелодию, а бас давай вот так вот. пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. То есть, а сейчас, когда уже научилась пользоваться юзер-программу, уже это, короче, ну, труда не составляет. Так, тут ничего не записалось, ясно. Сейчас, подожди. В серию пишется? Почти. Давай, пробуем. В последнюю дорожку в одну, в один канал пишется. Давай еще раз. Друзья, поменялись местами. Молодец, молодец, за миксер. И не нажимай в стоп, я несколько дублей сделаю, но сама будет крутиться. Давай. Пошел. А ты много ли потюниваешь твой вокал обычно? По-разному. Ну, обычно питч справляется. Но я тюню свой вокал реально. Все равно есть какие-то маленькие детоны такие, когда ты поешь. Особенно, когда, типа, классно получился, к примеру, там, да, когда круто получился дубль по произношению, но не чисто, к примеру, по интонации, то, блин, реально приходится это, короче, тюнить, потому что реально произношение тут бывает важнее, чем интонация. Я тоже тюню свой вокал. Панорамочки немножко разведем. Ты, получается, выбрала самые хорошие дубли из того, что ты спела? Да, да. И собираешь пачечку? Например, на вокальчике, вот сейчас это сделаю, я срезаю низочек у себя. Всегда, да? Ну, подсрезаю, потому что там бубнящие эти частотки иногда становятся более читабельные, более понятные. Вот. А эски подрезаешь там? Ну, это диэсеры вешаются. Это же делает саунд-инженер, тот, кто сводит. Кстати, Ромчик у нас сводит. Мы у нас такой тройничок работаем. Я Миша Бусин, Рома Непомящий. Надо чем-то размыть его, естественно. Сейчас мы накопируем самую удачную У возьмем. И тогда дело намного лучше пойдет. А вокалом ты сейчас занимаешься? Прокачиваешь свой вокал сейчас? Да, редко когда, на самом деле. Ну, просто я... Наверное, я училась петь, скажу так, пять лет. В среднем человеку, чтобы научиться петь, любому, даже если вообще не поете, нужно пять лет. Чтобы вот именно голос уселся, привыкся и стабильно везде звучало. А потом надо просто, главное, регулярно там что-то с ним петь. И все нормально. И он будет у вас вечно в форме. Вот это получше, кстати. Да. Соль. Все, можем поставить. И давай так, чтобы мне прям совсем стыдно не было. Ну, слушай, ну ты даже на чужом компьютере смогла обработать свой вокал. Без любимых плагинов. Соль. 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 Вот так. Мне кажется, очень даже хорошо. Все. Все. Трек готов. Зато я могу так сказать бесконечно. Пишите, друзья, как вам этот трек и стоит ли нам его дорабатывать и выпускать. Но мы идем дальше.